Изобразительные средства языка И подготовиться к выполнению задания 26 в едином государственном экзамене Теперь я вам предлагаю ответить на вопрос На какие группы делятся изобразительно-выразительные средства языка? Я думаю, что вы без труда ответите, что это тропы и стилистические фигуры Теперь давайте с вами вспомним, что же такое тропы Троп – это оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые представляются нам близкими в каком-либо отношении Как мы видим на следующем слайде, тропы используются для того, чтобы ярко и образно изобразить предметы явления действительности И они связаны ассоциативно с теми ощущениями, которые мы получаем с помощью органов чувств Такие средства можно назвать изобразительными А теперь давайте вспомним, какие же тропы бывают Аллегория или иносказание Гипербола – художественное преувеличение Литота – преуменьшение Метафора – оборот речи, состоящего в употреблении слов или выражений в переносном смысле Метонимия – оборот речи, которым заменяется другое смежное понятие Синегдаха – стилистический прием названия части вместо целого Оксюморон – прямое противопречие Сравнение – слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета к другому Ирония – скрытая насмешка И эпитет – художественное определение Давайте выполним с вами задание Необходимо соотнести тропы и их определение Перед вами пять тропов Метафора, метонимия, перефраза, ирония или то-то Вам необходимо найти к этим тропам определение Я думаю, что вы без труда ответите на этот вопрос Что метафора – это употребление слов в переносном значении На основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений Метонимия – это перенос значения с одного явления на другое по смежности Перефраза – замена названия лица, предмета или явления Описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты Ирония – это употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальном, с целью насмешки И литота – это сильное преуменьшение размера силы, значения какого-либо предмета И варианты ответов вы видите внизу на слайде Затем я Вам предлагаю подумать, какова же роль стилистических фигур Стилистические фигуры усиливают выразительность высказывания особой организации языкового материала В первую очередь специальным синтаксисом Эти средства можно назвать поразительными А теперь давайте вспомним, какие же стилистические фигуры у нас имеются Риторическое восклицание – это показное выражение чувств Риторическое обращение – это фигура, состоящая в том, что высказывание адресуется неодушевленному предмету Повтор – повторение ключевого слова в одном предложении Эллипсис – пропуск элементов высказывания Анафора – единоначатие Порцеляция – такое построение текста, при котором используется намеренное членение связной мысли Инверсия – нарушение порядка слов Синтаксический параллелизм – это сходное построение смежных фраз, стихотворных строк или строк художественного произведения Риторический вопрос – это вопрос утверждения Многосоюзе и бессоюзе – избыточный с грамматической точки зрения повтор союзов Плеоназм – излишний повтор слов Антитеза – противопоставление, эпифора Повторение одних и тех же звуковых сочетаний в конце фразы И градация – фигура речи с нарастающим или нисходящим смыслом А теперь давайте потренируемся Соотнесем стилистические фигуры и их определения Перед вами пять стилистических фигур Эпифора, антитеза, эллипсис, градация, параллелизм И пять определений Я думаю, что вы с этим заданием тоже без труда справитесь Эпифора – это повторение одних и тех же элементов в конце каждого параллельного ряда Антитеза – это усиление выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей или образов Эллипсис – это пропуск элементов высказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте или в данной ситуации Градация – расположение близких по значению слов в порядке нарастания или ослабление их эмоционально-смысловой значимости И параллелизм – это одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи А теперь я вам предлагаю выполнить задание в формате ЕГЭ Вам необходимо прочитать текст, а затем выполнить задание Жизнь человеческая делится на огромные промежутки времени, на соединение многих эпох Но внезапно среди этого течения земного времени возникает нечто потрясающе новое Рождается то великое событие, с которого люди начинают счет нового времени на своей старой и все же доброй земле 12 апреля 1961 года началась новая эра в жизни человечества Простой русский человек с прекрасной фамилией Гагарин вернулся из космоса 12 апреля 1961 года – день не только нашей чистой и благородной национальной гордости Но и гордости всего мыслящего человечества Нам не свойственно хвастовство, но очень свойственно сдержанная вера в своих людей В гений русского народа и еще больше – в гений человечества Эта вера теперь оправдана до конца Какие бы трудности еще не ожидали нас на жизненном нашем пути Миллиарды сердец сбились напряженно и взволнованно Все мысли были прикованы к судьбе мужественного человека О котором до исторического полета почти никто не знал Если простая поэзия мифа об Экаре, взлетевшем к солнцу на восковых крыльях И погибшего в сияющей небесной синеве Прошла через все века и дожила до наших дней во всей своей простодушной прелести и наивности То полет Гагарина будет волновать людей, пока будет существовать наша земля Сейчас я невольно вспомнил, как еще гимназистом бежал ранним утром под прохладными цветущими каштанами На ипподром за городом, где был назначен первый в нашем сухопутном мире полет авиатора Уточкина Я помню все – солнце, яркое, словно омытая росой Доброе и спокойное лицо Уточкина в десяти метрах надо мной И слезы, внезапно брызнувшие из глаз стоявшей вблизи меня молоденькой и красивой женщиной Это была очень любимая киевской молодежью актриса Пасхалова Военный оркестр играл почему-то под сурдинку вальс «Дунайские волны» И вот невиданный скачок от этого идиллического андерсоновского полета до могучих воздушных кораблей И, наконец, порыв, полет, уход в космос В те пространства Вселенной, где человек соприкасается с вечностью Наше поколение счастливое Оно перенесло великие муки победы и дожило до наступления новой величайшей эры Оно счастливо этим и счастливо еще тем, что к его представлению о великолепии мира прибавилась еще одна черта Бесстрашный, спокойный, уверенный полет советского человека в космос Это величайшая мирная победа в истории Земли А теперь давайте попробуем выполнить с вами задание Прочитать фрагмент рецензии, составленный на основе текста, который вы прочитали В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены Ставьте на месте пропусков под буквами А, Б, В, Г цифры, соответствующие номеру термина И запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру Характеризует чувство соотечественников, испытываемое при известии о том, что первым человеком, полетевшим в космос, стал советский космонавт Юрий Гагарин Поустовски использует такой троп, как чистой и благородной национальной гордости в предложении 5 Я думаю, что вы без труда вспомните, что это эпитет Передать юношеские впечатления от событий, связанных с первым полетом авиатора Автору помогает еще один троп Словная омытая росой в предложении 12 И это, конечно же, сравнение И синтаксическое средство в предложении 12 Я его вам выписала на экране Я помню все Солнце, яркое, словно омытая росой Доброе и спокойное лицо уточки на 10 метрах надо мной И слезы, внезапно брызнувшие из глаз стоявшей близи меня молоденькой и красивой женщины Я думаю, что вы уже догадались, что это ряд однородных членов предложения Оценивая достижения отечественной космонавтики, писатель использует такое синтаксическое средство Как? В предложении 19 Это величайшая мирная победа в истории Земли Я думаю, что вы, конечно же, поняли, что это восклицательное предложение Таким образом, у нас получаются варианты ответов А4, Б1, В5 и Г7 А теперь перейдем к домашнему заданию Вам необходимо повторить лексические средства выразительности Перечитать известные стихи Николая Рубцова И найти в них художественные изобразительные средства А затем написать рецензию на одно из стихотворений в формате ЕГЭ с пропусков терминов Спасибо вам за внимание До свидания Здравствуйте, уважаемые 11-классники Сегодня мы продолжаем с вами решать систему уравнений с несколькими неизвестными Вспомним, что при решении системы уравнений с несколькими неизвестными Применяют различные методы Например, метод подстановки Метод линейного преобразования Метод перехода к системе следствия Метод замены неизвестных Существуют другие методы Остановимся на этих Вспомним, что метод подстановки, метод сложения Метод введения новой переменной Являются равносильными А вот методы, которые приводят к уравнению следствия Решая уравнение этими методами Обязательно необходимо выполнить проверку Рассмотрим пример 1 Необходимо решить систему Х плюс у равно пи на 2 Второе уравнение синус х умножить на синус у равно 1 второй Решение Решим эту систему способом подстановки Выразим из первого уравнения у У равен пи на 2 минус х И данное выражение подставим во второе уравнение вместо у Получим уравнение синус х умножить на синус разности пи на 2 минус х равно 1 вторая Данная система равносильна системе 1 Применяя формулы тригонометрии Формулу приведения Формулу синуса двойного угла Получим новую систему У равно пи на 2 минус х А второе уравнение уже простое Синус 2х равно 1 Решая второе уравнение мы получим Что 2х равно пи на 2 плюс 2пк Где k принадлежит z Обе части разделим на 2 И получим значение х Пи на 4 плюс пк Где k принадлежит z Подставим данное значение х В первое уравнение И получим новую систему Значение х Это пи на 4 плюс пк Где k принадлежит z Значение у Пи на 4 минус пк Где k принадлежит z Запишем данные значения в ответ Это пара значений Пи на 4 плюс пк Значение х И пи на 4 минус пк значения у, где k принадлежит z. Рассмотрим второй пример. Логарифм разности х-2 по основанию 3 плюс корень из у плюс 1 равно 2. Логарифм разности х-2 по основанию 3 минус корень из у плюс 1 равно минус 2. Данную систему удобно решить способом сложения. Складывая уравнение системы 4, мы получим систему. Перепишем первое уравнение, а сумма противоположных слагаемых корень из у плюс 1 и минус корень из у плюс 1 дают нам 0. Получим 2 логарифм разности х-2 по основанию 3 равно 0. Данная система равна сильной системе 4. Из второго уравнения видно, что логарифм по основанию 3 от х-2 равен 0. Подставляя это значение в первое уравнение, мы получим более простую систему корень из у плюс 1 равно 2. А решая логарифмическое уравнение, мы видим, что х-2 равно 3 в нулевой, это равно 1. Решая полученную систему, возведем первое уравнение обе части в квадрат, переносим, перенесем единицу вправо и получим, что у равно 3. Аналогично второе уравнение переносом минус 2 вправо, получим, что х равно 3. Таким образом, получим ответ по разночению х равное 3, у равное 3. Решим третий пример. 0,2 в степени 1 плюс логарифм по основанию 0,2 от разности у минус х равен 0,8. И второе уравнение логарифм по основанию 2 у минус 2 умножить на логарифм по основанию 2 от х равен минус 1. Данную систему удобно решить, применяя формулы основное логарифмическое тождество и формулы из свойств логарифмов. Применяя эти формулы, наше первое уравнение будет намного проще выглядеть. Мы получим систему у минус х равно 4 и логарифм по основанию 2 от дроби у, деленное на х квадрат равно минус 1. Данная система является следствием системы 6. Потенцируя второе уравнение системы, мы получим новую систему уравнений у минус х равно 4 и у деленное на х квадрат равно 1 второй. Данная система также является следствием системы 7. Данную систему можно решить способом подстановки. Выразим из первого уравнения у, у равен х плюс 4. Подставим, это выражение вместо y во вторую систему, выполнив преобразование, которое необходимо, мы получим два решения. x равно 4, y равно 8, и x равно минус 2, y равно 2. Но так как система 8 является следствием системы 6, то необходимо проверить, удовлетворяет ли данная пара решений исходной системы. Для этого мы вместо x подставим значение x, равное 4, а вместо y, y, равное 8 в исходную систему 6. Данная пара при подстановке даст нам два верных равенства, значит, эта пара является решением. При проверке второй пары решений x, равное минус 2 и y, равное 2, мы видим, что значение x, равное минус 2, нарушает область определения логарифмической функции, так как x должен быть строго больше нуля, поэтому вторая пара решений не является решением данной системы. Запишем ответ x, равно 4, y, равное 8. Рассмотрим четвертый пример. Корень третьей степени из y минус корень третьей степени из y равно 3, и второе уравнение корень третьей степени из x во второй, плюс корень третьей степени из произведения xy равно 3 минус корень третьей степени из y во второй степени. Очевидно, здесь удобно решить способом замены. Корень третьей степени из x мы заменим переменной u, а корень третьей степени из y заменим на v. И тогда наша система 9 в данных новых обозначениях примет вид v минус u равно 3, u квадрат плюс uv равно 3 минус v во второй степени. Данную систему теперь удобно решить способом подстановки. Выразим из первого уравнения v равно u плюс 3 и подставим во второе уравнение. Возведя во вторую степень, приведя подобные, мы получим квадратное уравнение, которое имеет два решения, а следовательно и наша система будет иметь два решения. Первая пара u1 равно минус единице, v1 равно двойке. И вторая пара u2 равно минус 2, v2 равно единице. Следовательно, множество всех решений системы 9 есть объединение множеств решений двух систем. Вернемся к замене. Корень третьей степени из x, это наше u, равно минус единице. Корень третьей степени из y, это значение v, равно двойке. И вторая система. u корень третьей степени из x равно минус 2, v корень третьей степени из y равно единице. Эти системы легко решить возведением обеих частей в третью степень. Степень нечетная, поэтому проверка здесь не нужна. Подведя в третью степень обе части, мы получим значение x1 равно минус 1, y1 равно 8. И вторая пара x2 равно минус 8, y2 равен единице. Таким образом запишем ответ. Первая пара значений минус 1, 8. Вторая пара минус 8, 1. Итак, ребята, давайте подведем итог. При решении систем уравнений с несколькими неизвестными важно определить метод решения системы уравнений и решить указанную систему выбранным методом. А теперь я вам рекомендую записать домашнее задание по учебнику Никольского. Повторить параграф 14 и решить номера 14.8а, 14.11а, 14.21b и 14.36b. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте все, кто нас слышит и видит. Сегодня у нас с вами тема 11 класса общества знания. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Вопрос актуальный во все времена. Что же такое работа и труд? Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Ключевое слово труд. Работа и труд. Работа с точки зрения русского языка предполагает какую-то наемную деятельность, применение наемного труда. Но я хочу обратить ваше внимание на 37 статью, одну из основных статей в Конституции. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Сегодня мы с вами рассмотрим два больших вопроса, по сути это три. Что такое трудовые правоотношения, порядок приема на работу и порядок расторжения трудового договора. Начнем мы с вами с того, что трудовые правоотношения это отношения между работником и работодателем, основанные на трудовом договоре и регулируемые нормами трудового права. Итак, два субъекта трудовых правоотношений работник и работодатель. Кто такой работодатель? Это физическое лицо, либо юридическое лицо, которое вступило в трудовые отношения с работником. Работник – это одна из сторон трудовых отношений, это физическое лицо, но понятно, что вряд ли юридическое, которое обладает правом и возможностью работать по трудовому договору. Когда по общему правилу, с какого возраста в Российской Федерации человек может быть работником? По общему правилу с 16 лет. Работник как физлицо имеет право работать с 16, но обратите внимание, что при наличии основного общего образования с 15 лет и даже с 14, но при соблюдении двух условий, не должен наноситься вред обучению и здоровью и обязательно должно быть согласие хотя бы одного из родителей. Обращаю ваше внимание на вопрос, который очень любят разработчики ЕГЭ в своих заданиях. Вы находитесь в том нежном возрасте, когда еще не являетесь совершеннолетними, и тем не менее с 16 лет вы имеете право работать. Давайте обратим внимание сразу в самом начале, какие же льготы имеют несовершеннолетние работники. Перечень этих льгот довольно большой. Ну, во-первых, это то, о чем все знают, это сокращенная продолжительность рабочей недели. В возрасте от 16 до 18 лет это 35 часов в неделю, а до 16 это 24. Но обращаю ваше внимание, что если при этом ребенок еще и учится, то количество отработанного времени будет еще меньше в два раза, ровно в два раза 12 и 17 с половиной. Второй момент. Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних должен быть не менее чем 31 календарный день. И еще один очень приятный бонус. Если взрослые работники, то есть совершеннолетние, поступив на работу, право на оплачиваемый отпуск приобретают только отработав полгода, то несовершеннолетний должен получить свой отпуск в первые 6 месяцев непрерывной работы. Тем более, еще раз обращаю внимание, он может взять его в любое удобное время. Запрет на работу в ночное время, запрет на командировки, целая серия запретов, работу командировки, сверхурочные работы, кстати, запрет на работу в выходные дни тоже сюда относится, запрет на испытательный срок. Что такое испытательный срок? Это когда работника принимают на работу, на 3 месяца испытательный срок для заместителей и директоров, для людей, занимающих более высокий статус, полгода может быть, но при этом ему платят зарплату. Так вот, несовершеннолетние избавлены от испытательного срока. Запрет на работу с вредными и опасными условиями труда и запрет на расторжение трудового договора без разрешения государственной инспекции труда. Посмотрите, сплошные бонусы. Итак, трудовой договор. Поступив на работу, работник обязан заключить с работодателем трудовой договор. Что такое трудовой договор? Это тоже из нашего словаря договор между работником и работодателем, который устанавливает их взаимные права и обязанности. Порядок приема на работу. Порядок приема на работу регулируется статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации. Для заключения трудового договора необходимо работодателю предоставить пакет документов. Пакет этих документов как раз регулируется статьей 65 Трудового кодекса. Что обязан предоставить по общему правилу работник при поступлении на работу? Во-первых, паспорт, удостоверяющий его личность. Во-вторых, документ, свидетельствующий об образовании или о получении той должности, на которую он претендует. Это может быть диплом, сертификат, аттестат, трудовую книжку. Если к тому моменту у него уже был трудовой стаж, если он поступает впервые, она заводится. СНИЛС, то есть страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Для военнообязанных это документ воинского учета. Ну вот общий список таков. Однако существует специфика. И на некоторых видах работ у нас с вами потребуют справку от психиатра. Может потребоваться справка об отсутствии судимости. Вот, например, ни один учитель не устроится работать в школу, если он не предоставит такую справку, такой документ. Обязательно может потребоваться медицинская книжка, если этого требуют условия работы. Работодатель вправе при приеме вас на работу провести это на конкурсной основе. И вы поучаствуете в честном отборе, как претендент лучший, претендующий на место. Итак, трудовой договор. Опять же, 65-я статья Трудового кодекса. Давайте запомним, что трудовой договор обязательно заключается в письменном виде. Он должен быть в двух экземплярах. Один экземпляр остается у работника, второй остается у работодателя. Какие моменты в трудовом договоре должны быть обязательно прописаны? На какой срок заключается трудовой договор? Обратите внимание, что срок может быть определенный, то есть это срочный, так называемый, может быть даже контракт, но не более чем пять лет. Может быть на год, на два, на три, но не более пяти. Или неопределенный, то есть бессрочный. В трудовом договоре обязательно должен быть прописан испытательный срок, Если он предусмотрен, я уже говорила вам, что не более трех месяцев для работников и не более шести месяцев для руководителей и заместителей. В трудовом договоре прописывается график вашей работы, место работы, характер работы, оплата труда и условия. Еще трудовой договор может содержать дополнительные пункты. Ну, например, какие? Трудовой договор может содержать указания на то, что ребенку будет предоставлено место в детском саду. Трудовой договор может содержать такой социальный пакет, как оплату вам жилья или проезда до места работы и всякие другие приятные плюшки. Но это уже плюс к тому, что это кроме того, что указано. Бывает так, что вы работодатель друг другу не понравились. И поэтому мы приходим с вами к тому, что нам нужно расторгнуть трудовой договор. Моментов в расторжении трудового договора всего пять. Я обозначила два ключевых сверху и три, если вам видно, три плюсами чуть ниже. Итак, трудовой договор может расторгаться по инициативе работника. Вам не нравится ваш работодатель. За две недели вы должны его предупредить об этом. Но если в течение двух недель вы забираете заявление, то вы продолжаете работать. Кроме одного условия, если на ваше место в письменном виде был уже приглашен другой работник. Ну, это собственная инициатива работника. Можно расторгнуть трудовой договор, если истек срок. Например, вас брали на работу с 1 сентября по 31 мая. Соответственно, трудовой договор 1 июня уже расторгнут. То есть вы доработали до 31. Можно по соглашению сторон. Тогда вы можете уйти в любое время. Вы не нравитесь и вам не нравится. И еще есть такое обстоятельство, которое не зависит от воли сторон. Например, если работник умер. Трудовой договор считается расторгнутым по обстоятельствам, независящим от воли сторон. Ну, или, например, вас призвали в армию. То есть то же самое. Или человек, например, получил инвалидность, и теперь исполнение его трудовых обязанностей невозможно по этой причине. Вот это обстоятельства, независящие от воли сторон. Хочу обратить внимание на то, что инициатива работодателя здесь содержит очень большой перечень оснований для увольнения. И согласно статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации и нарушение дисциплины, и прогул, и появление в нетрезвом виде, и нарушение требований по охране труда, и несоответствие работника занимаемой должности, хотели черненького, а он беленький, и сокращение, и ликвидация предприятия. Все это основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Суровая 81-я статья Трудового кодекса. Однократное, но грубое нарушение может привести к увольнению со стороны работника. Ну, конечно. И пьяный напился, и человека сбил, и на работу не пришел больше 4 часов. Итак, домашнее задание. Параграф 24, наш любимый учебник 10 класса Боголюбова. Задание на 276 странице. Обращаю ваше внимание, что сегодня за рамками нашего разговора остались такие моменты, как что такое занятость, что такое социальная защита, как работник может быть защищен на своем предприятии, и как помогает профессиональное образование занять место достойное. Для тех, кто внимательно изучит 24 параграф учебника и разберет задание на 276 странице, вопросов не останется. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»